Я теперь читаю послание к Римлянам, третью главу. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословия нас говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получай оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Божия уничтожена. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев, только а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и не обрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем.